Здравствуйте! Сегодня мы расскажем сразу же о четырех True Wireless наушниках от Heavit и разделим видео на две части. В первой, как вы уже понимаете, здесь в магазине расскажем о каких-то внешних вещах, о кейсе, самих корпусах наушников, какие-то основные характеристики и потом уже после прослушивания вторую часть видео запишем, как обычно, на студии и расскажем уже подробно о звучании, стоит ли оно того и какие-то уже общие выводы. И хотелось бы начать с самой бюджетной версии i96, которая стоит порядка 50 долларов. По своей сути, они являются продолжателями уже хорошо себя зарекомендовавших i93, но при этом одно из главных преимуществ не перекочевало, а именно кейс, который в 93-х имел высокую емкость 2000 мАч, а здесь же всего лишь 650, но при этом почему-то на одном из буклетов оставили в упоминании о 2200 мАч. Это очень странно. При этом сам кейс приятный, он выполнен из софт-тач пластика, небольшой по своим размерам и для зарядки используется разъем microUSB. Здесь же находится и сам индикатор. По открытию все вполне обычно, без каких-то изысков и самое главное, что наушники из кейса доставать просто и легко. А теперь сами наушники. Каких-то изысков здесь особых нет. Это обычный дизайн, который, по крайней мере, не отдаёт какой-то лютой китайщиной. По удобству, за счёт того, что звуковод достаточно хорошо вытянут, наушники в ухе сидят удобно и при этом особо не выпирают. И то же самое по амбушюрам. Амбушюрама вполне удобные и не слишком жёсткие и не слишком мягкие. По каким-то основным характеристикам, как уже сказали, кейс имеет ёмкость 650 мАч, работают на одном заряде без кейса порядка 4 часов и Bluetooth версии 5.0 без поддержки каких-то серьёзных кодеков в виде APTX либо же LDAC. На этом с ними мы закругляемся, переходим к версии G1. И сразу же первое – это кейс, который действительно интересный, в котором есть что-то вот такое особенное. Он состоит из двух частей, в каждую из которых вставляется по наушнику. И данный соединитель – это не просто какая-то резиновая часть, а непосредственно шлейф, через который идёт питание на второй наушник. Насколько это будет практично и надёжно, мы узнаем только со временем, но, по крайней мере, сама по себе реализация интересная. И ощущения от кейса также приятные, его приятно держать в руках, и он запоминается. Сами наушники. Первое и самое основное – это то, что они достаточно большие по своему размеру. И если вы уже понимаете, что всё, вот вы хотите эти наушники, обязательно примерьте их под себя, то есть, насколько они будут вам комфортны. Да, есть разные амбушюры, есть разные насадки, но всё же, сам по себе размер корпуса достаточно большой. Но зато в ушах они смотрятся вполне адекватно и так же не выпирают. При этом, по каким-то основным характеристикам, это ёмкость кейса 720 мАч и сразу же вот общая для всех трёх следующих моделей. Ёмкость кейса 720 мАч, версия Bluetooth также 5.0 и также никаких кодеков. Но с учётом того, что здесь нет каких-то моделей, которые стоили бы хотя бы 100 долларов, это всё абсолютно простительно. И сразу же перейдём к версии G1W, которая абсолютно идентична, за исключением того, что в ней используется в кейсе. Есть возможность беспроводной зарядки. Возможно, для кого-то это будет прям решающим моментом. И последняя модель это G1 Pro, который имеет точно такой же кейс, но при этом размер самих наушников на порядок меньше. И они намного более универсальны. Также используются другие амбушюры, которые мы проверим, что из них, какие амбушюры от G1 или от G1 Pro будут более практичные, более удобные. А также само управление в G1 Pro сенсорное, а в G1 и G1W через физические кнопки, которыми вы можете всё управлять. Что вам будет удобнее, это исключительно на ваше усмотрение и на ваш вкус. Потому что оба типа управления имеют как свои плюсы, так и свои минусы. На этом, пожалуй, закругляемся, будем слушать. И когда всё будет готово, запишем вторую часть, которую вы сейчас же увидите, и здесь всё узнаете. Всё. Смотрите. Описание звучания хотелось бы начать с самой бюджетной версии i96. И сразу же, что касается всей линейки в целом. Очень сильно удивляет передача вокала с середины непосредственно голоса. И в каждой модели это проявляется по-разному, но так или иначе уделяешь этому особое внимание при прослушивании. Итак, в 96-х, что в итоге сделали со звуком? Это очень правильное решение для бюджетных наушников. То есть АЧХ не V-образная, а наоборот, середина она немножечко выпирает, как в тех же TFZ Series 2. И это идеально, потому что при прослушивании наушников ты вроде как и понимаешь, что они бюджетные, но при этом они звучат хорошо и они заходят по своему звучанию. И опять же, к середине привязана сцена. То есть понятно, что мы не будем сейчас говорить о глубине сцены в 96-х, мы не будем говорить про разделение инструментов, но при этом ширина сцены есть. И звучание получается объемное, его плоским назвать вообще никак не получится. И опять-таки те же голоса звучат очень живо, натурально. Это явно не ощущается как запись, не ощущаются как какие-то бюджетные динамики. Это живой и даже телесная подача. Очень порадовало, очень приятно. И соответственно, когда уже уходят в низкие частоты, либо же в высокие частоты, то вот так вот немного спорно. Бас. Его здесь немного больше, чем должно быть. Для многих даже намного больше, чем должно быть. И если мы не говорим о суббасе, то это плотный бас, достаточно увесистый сам по себе, но в суббас он не уходит. То есть, вот, ну, не дается им. Но опять же мы говорим про True Wireless наушники за 50 долларов. Поэтому не будем требовать от них правильного суббаса. И в целом впечатления от низких частот остались, в общем-то, приятные. Высокие частоты также звучат по-живому, звучат натурально, но при этом не хватает им как-то в детальности, не хватает разделения между самими инструментами. Если уже сравнивать с теми же Meizu Pop 2, то это ощущается. Потому что Meizu уже стараются как-то разделять между собой инструменты, уже стараются делать какую-то сцену в глубину, по крайней мере, просто стараются. И ты это ощущаешь, и уже можно даже как-то где-то немного подзаняться анализом. Здесь лучше этого не делать. Подача у наушников чисто музыкальная, и просто наслаждайтесь музыкой без каких-то лишних мыслей о том, так, интересно, на каком же расстоянии находится виолончель от клавишных, например. Не стоит, просто не стоит. Но все равно ощущения безумно приятные, потому что посадка правильная, это шикарные амбушюры, все вот, они положили именно те амбушюры сюда, которые здесь и должны быть. К ним вообще нет никаких нареканий. И так, чтобы подвести итоги, понимая, что наушники стоят 50 долларов, это просто вау. Как вот, просто Redmi AirDots на максималках. То есть вот улучшенный Redmi AirDots. Теперь переходим к обычной версии G1. И G1W будет звучать, в принципе, точно так же, потому что это те же самые наушники. По своему размеру, сразу же скажу честно, я не смог их нормально посадить себе в уши. И в итоге прослушка происходила так. Изначально подбирались амбушюры, подбирались силиконовые насадки, чтобы как-то вот более-менее посадить их, но не вышло. В итоге амбушюры были взяты от G1... Нет, амбушюры остались именно те же, то есть от них. Это уже начинаю немножко путать. И всё, просто вот прижимаешь их, прижимаешь их к уху для того, чтобы было какой-то вакуум, для того, чтобы можно было оценить. И, скорее всего, что это получится не совсем корректно. Но по тем ощущениям, которые были, это уже намного более сбалансированный, ровный звук. Здесь уже намного лучше контролируются низкие частоты, намного более богатые, детальные, высокие частоты, и при этом они сохраняют свою естественность. То есть можно как-то всё равно... Вот постоянно хочется их сравнивать именно с Meizu Pop 2. И, возможно, из-за того, что я владею ими, но на самом деле звучание не только по своему характеру, но и по своей подаче очень схоже, очень похоже. Поэтому не буду долго на них застрять внимание, потому что, честно сказать, я их просто не смог правильно посадить. И я не знаю, насколько это получится, какое звучание будет у вас. И теперь уже переходим к G1 Pro. А сами по себе наушники намного меньше. За это огромное спасибо. Их, по крайней мере, можно уже посадить в уши. Но амбушюры... Это самый худший вариант из тех, которые они могли туда положить. Просто самый худший. Если так разобраться, в самой бюджетной версии идеальные амбушюры, в средней по цене версии, ну, они просто нормальные, не идеальные, но чуть хуже, чем в 96-х. И в прошке положили вот какое-то просто недоразумение. Поэтому пришлось брать амбушюры от версии G1 и уже с ними непосредственно слушать, чтобы получить нормальную посадку. И, опять же, вокал. Вот здесь вот он уже действительно поразил своей взрослостью. А нет ощущения того, что это True Wireless наушники. Именно по вокалу создается чувство, что берется стационарный, ну, пускай просто портативный источник, но более-менее нормальный, нормальные проводные наушники, и мы слушаем именно вокал с них. Потому что не просто понимаешь голос, узнаешь так там, это играет такой-то исполнитель, это такой-то, то есть, ну, различить легко. Ты понимаешь то, что голос звучит реально объемно. То есть такое чувство, что звук просто каким-то образом искусственно делается более объемным, но при этом не ощущаешь то, что это как-то действительно искусственно. Я не знаю, это сложно описать, но один из самых лучших вариантов передачи вокала именно на True Wireless наушниках. Очень понравилось. По высоким частотам, по низким частотам, низких частот многим будет не хватать. То есть, конкретно понимаешь, что хотелось бы больше, причем как количественно, так и все-таки немножечко глубже, чтобы уходил бас. И тем более, если трек завязан именно на жирных, низких частотах, где они обязаны быть, не получите медленный бас, еще как-то вот нормально отыгрывается. Но и одновременно с тем, низкие частоты не плоские. Да, здесь нет никакой речи о слоистости баса, но он ощущается объемно и детальненько, очень даже детальненько. И то же самое можно сказать о высоких частотах. Количественно их вот ровненько, как и должно быть, не хочется ни больше, ни меньше. Это такое усредненное значение, и при этом есть хорошая детальность по высоким частотам. В итоге делаются выводы, но G1 это наушники, которые, возможно, чисто теоретически смогут вам, наверное, залезть в уши. Хотя, опять-таки, все от формы зависит. То есть, для кого-то они как раз-таки, наоборот, будут идеальными. И, наконец-то, те наушники, которые не выпадают из ушей. Но очень задумайтесь над тем, сможете ли вы их посадить. А i96, ну, это те наушники, которые мы в любом случае будем использовать и в сравнении с другими бюджетными True Wireless наушниками. Они запомнятся, и их можно советовать прямо на 100%. G1 Pro это вроде как и сбалансированные такие наушники, интересные, но все равно вы должны понимать, что когда вы их приобретаете, вы уже должны думать что-то с амбушюрами. Потому что пользоваться комплектными, ну, невозможно. Просто невозможно. Но, опять-таки, может быть, в ваших ушах это будет как-то по-другому, но мы еще и на магазине попытались с несколькими разными людьми как-то их поднастроить под себя, там, выбрать большие, наоборот, маленькие, ничего все равно не получается. Но, если вы сможете к ним подобрать хорошие амбушюры, то получите вполне себе годный такой не попсовый звук, а с какой-то претензией на серьезность, на взрослость, на аналитичность. Поэтому обязательно послушайте. У нас они в наличии есть, хоть они покупаются достаточно активно, но вот стараемся поддерживать постоянное наличие. Поэтому приходите, слушайте, делайте выборы. Делайте выборы, странно прозвучало. Делайте свои выборы. И вот теперь все. Спасибо большое за просмотр. Лайк, дизлайк на ваше усмотрение. И до новых встреч.